Заболеваемость коронавирусной инфекции в Самарской области пока не снижается. По сравнению с прошлой неделей, заразившихся стало на 2% больше. В связи с этим контроль за соблюдением всех ограничительных мер в регионе усилят. Все новогодние мероприятия должны пройти либо соблюдением санитарных норм на улице, либо дистанционно. Такое поручение губернатор Дмитрий Азаров дал глава муниципальных образований на заключительном в этом году заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекции. Это особая зона ответственности и в эти праздничные выходные дни и руководители предприятий, и руководители профсоюзных организаций, и конечно же органов местного самоправления. Давайте создадим условия, чтобы люди интересно провели эти праздничные дни, чувствовали себя уверенно и спокойно, чувствовали защищенность от чрезвычайных ситуаций любой сложности и в то же время, безусловно, думали о своем здоровье и здоровье окружающих. Количество сезонных заболеваний в регионе за последнюю неделю значительно уменьшилось – ОРВИ на 7%, пневмонии на 20 с лишним процентов. Такая динамика во всех возрастных категориях населения. Это связывает с комплексом мер, в том числе дистанционным обучением школьников, соблюдением масочного режима и вакцинацией. Сегодня в регионе привито от гриппа почти 60% детей и около 57% взрослых. Дмитрий Азаров предложил провести дополнительную вакцинацию от гриппа в феврале-марте. В начале 2021 года также ожидается поставка почти 140 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. В 34 медучреждениях региона организуют работу прививочных кабинетов. Пройти вакцинацию можно будет и в праздничные дни по графику, утвержденному в поликлиниках. Они, кстати, будут открыты с 8 утра до 20 часов. Службы скорой неотложной помощи будут работать в празднике непрерывно. На каждые из выходных дней необходимо сформировать резерв добровольцев, чтобы они могли оперативно откликаться на каждую просьбу представителей старшего поколения, отметил на заседании оперштаба глава региона. Всем гражданам, которые пользуются поддержкой волонтеров, перед Новым годом должны позвонить и поинтересоваться, какая помощь необходима. Кроме того, сами жители всегда могут обратиться к волонтерам по телефонам горячей линии. Светлана Кудрявцева, События.